А сколько у вас пенсия, скажите? У меня 11 тысяч. Так, а что вы сделали для того, чтобы она была больше? 42 года стажа, беспрерывно. Работали, то есть, да? Да, 16 лет. А за кого на выборах голосовали последние 20 лет? За кого голосовала, за кого меня приказали на старой работе. Вот, вот и вот, и не надо удивляться тогда, что у вас пенсия 11 тысяч. А что за работа такая интересная, где заставляют? Вы-то думали, что вы проголосуете, вас заставили, ну как бы и все, отстаньте от меня. Ну вот, вы получили результат. Вы проголосовали именно за это. Это ваш голос. А за кого голосовать-то вы мне хоть назовите? По-своему хотя бы... Да по какому по-своему? Да ни за кого некого голосовать. Это вам так кажется, что телевидение так навязывает, что нет выбора, у вас есть всегда выбор. Да нет выбора. Есть у вас выбора. А что мне изучать-то? Ну, я передачки смотрю. Хоть про одного кандидата вы сказали? По телевизору. Сколько кандидатов было? Собчак? За нее голосовать? Видите, вы сразу Собчак. Сколько кандидатов было? Ой, я не помню. Шесть что ли? Да я даже этим не расставалась, потому что я прочитала их, и там не за кого. А где читали? А, отвечали. По телевизору. Как вы думаете, для чего Собчак была на выборах? Кого? Для чего Собчак была на выборах? Как вы думаете? Я не знаю, у меня это интересно. Я вас прошу меня не снимать, а вы мне опять сидите и снимаете. Ой, стоите и снимаете. Ну вот, пускай на вас повернет камеру. А вы хотите как на Украине? Или как во Франции? Не, вы просто сказали, что вы телевизор смотрите. Вот как бы... Может, как во Франции? Хочешь как во Франции? Вы хотите как во Франции? Нет? Я хочу как, знаете... А то есть пенсию в 8 раз больше вы не хотите? Правильно? Я в курсе, что во Франции пенсию подняли. Ну ладно, в Канаде пособие платят матерям по 500 баксов, скажи... Почему вы... И вы против этого, да? Почему вы говорите 800 евро? Нет, 500 баксов буквально. У меня у подруги дочка. Ну давайте, как копать самую... Надо же знать, нужно копать самую воду. Давайте вот дали в 61-м году землю бесплатно. Построили на ней дом. Теперь и за землю, и за дом. Теперь за то, что калорийц ты построил, воду берешь. За старай, за туалет. И вот вы, наверное, на пенсию ушли в 60 лет, правильно? Я? Ой, в 55. 55? Вот. А вот эти люди, да, молодые, как вы говорите, они вообще, скорее всего, не доживут до пенсии. Спасибо вам за такое будущее. Я с вами вполне согласна. Здесь я с вами вполне... Я бы с удовольствием сидела бы дома, занималась бы внуками, цветочки выразила бы, а не здесь. Но исправлять вы ничего не хотите, да? Копию чека сделаем. Не исправить. Не исправить. Вы понимаете, не исправишь. А вот что вас заставит исправить? Ничего, это надо всем встать и выйти на улицу. Да, а что должно произойти, чтобы так вышли? Что? Вот насколько вы вам должны... Масса... Нет, вот что вас... Нет, что должно выйти фактором, который это все спровоцирует, революцию эту, да? Вот что? Вот когда вам совсем будет нечего есть? Или как? Я никогда не буду. Всегда найдется. Зря. Да? Зря вы так думаете. Все к этому идет. Хорошего хозяината до сих пор нет. Ну, то есть терпеливый русский народ будет терпеть? До конца, будет терпеть, да, до конца. Все что угодно с ним творить, ничего, ему не будет. Никогда он не возмутится, никогда... Я всегда отдал бы мужчин, во-первых, в первую очередь. Почему? Да. Которых меньшинство, да? Их нет. В магазине пятерочки их нет. Да. Ничего не найдешь. Ничего не найдешь. Здесь в наших селениях, да сидят все по тюрьмам.